Доброго вечера на этот раз. Я в такой локации, на лестнице, потому что иду из гостей домой и решила пройти пешком через всю Римонту, через свои районы. В общем, будет большая длинная прогулка. Кому интересно, Рига, Римонта и дальше в сторону Ботанического сада. Идем вместе. Я стартую где-то от улицы Дамы и вот такими дворами разными двигаюсь в сторону своего дома. Я думаю, что это километра три, максимум четыре. И с удовольствием погуляю. У нас тепло, вечер. Наверное, сейчас градус 23, так что я даже слишком, наверное, тепла где-то. Но еще утром, когда я выбиралась гостей, было довольно прохладно. Я люблю Емунту. Она мне очень знакома. Здесь легко ориентироваться. Есть районы, в которых я все время плутаю. Не могу понять, как выйти. Здесь мне практически почти каждая улица знакома. Район застраивался, наверное, начиная с конца 70-х. Скорее всего, мне так кажется. Ну, есть середина. Здесь до этого были просто луга, поля. Поэтому он достаточно зеленый. Строились дома не очень близко друг к другу. Просторно. Здесь есть большой такой лесопарк Анимуйжас. Так что, действительно, район очень зеленый. И он на пути между центром Риги и Юрмалой. И здесь есть станция Емунта. Если там сесть на электричку, то буквально через 10 минут вы будете в Юрмале, в море. Это тоже, безусловно, большой плюс этого района. Такие вот новые дома. Их здесь немного таких высоток в основном. Блочные. Пятиэтажки, девятиэтажки. Наверное, 12 этажей тоже есть. Не самые, конечно, хорошие, наверное, проекты. Блочные дома. Хотя я была в гостях. Вполне, в общем-то, нормально. Ну, я такой человек советского времени, поэтому, конечно, есть квартиры и дома поинтереснее. Но мне и такие нравятся. Так. Я выбираю какие-то тенистые такие улочки. Стараюсь идти не очень быстро, чтобы фотоаппарат в руке не дрожал. Потому что я сама знаю, как меня раздражает, когда изображение такое нестабильное. Но у фотоаппарата нет стабилизатора. Поэтому уж как есть, так есть. Крики чаек слышны на крышах. Они такие, у них очень песклявые голоса. Так. Сейчас я буду подходить к улице Клейсту. Это такая разделительная полоса. Там есть один магазинчик, который мне очень нравится. Что в нем только не продается. И тогда уже дальше. Сейчас я, наверное, где-то где Емонта-3 нахожусь. А потом пойду в ту сторону, где Емонта-2 и 1. Здесь есть такие условные разделения, вплоть до Емонта-5. Но это уже намного дальше того места, от которого я стартовала. Пойду немного другой дорогой, чем обычно. Потому что, вспомнила, меня просили поснимать один двор. Тоже один мой подписчик, который здесь жил когда-то. Хотел бы увидеть места своего детства или юности. Сейчас попробую вспомнить, куда мне надо было завернуть. И схожу в тот двор. Здесь тоже есть одна такая новостройка. Она уже не новостройка, а очень высотное здание. Но мы туда не идем. Мы сейчас выйдем на улицу Клэвисту и немножко под ней пройду. Вот он, магазин остается справа. А мы идем вперед. Смотрите, какой роскошный, большой дуб растет около магазина. Дубы раньше сажали около каких-то поместья. Возможно, здесь раньше было какое-то старинное поместье. Их вообще было, собственно говоря, несколько на территории Емонты. Но ни одной из них, судя по всему, не сохранилась. Кроме виллы, которая ближе уже к велодорожке. Там есть такая очень интересная. Так. Ну, давайте свернем во все эти дворики. Потому что где-то здесь нужно было пройти. Это Клэвисту улица 15. в данном случае у нас. Вот. Ту виллу как-нибудь я вам покажу. У меня она где-то есть уже снята. Вот так вот мы здесь все обходим. Надеюсь, будет тому, кто эти места когда-то знал. Интересно по ним прогуляться. Ну, собственно, ничего здесь так сильно не изменилось. Все дворики как зеленые были, так они и остались. Деревья подросли, наверное, немножко. Ну, вот. Следующий дом будет 21. И вполне возможно это именно тот, который мне нужно было поснимать. Здесь очень умиротворенная такая обстановка. Сейчас иду. Где-то слышны крики детей, где-то работает телевизор в открытом окне. Все так мило, уютно. 21 дом по улице клеисту. И вот он двор. Надеюсь, узнаваемый. Спортивная площадка, высокие деревья. И когда этот дом закончится, там уже будет Курзом из проспекта. Как здесь сделали такие интересные большие входы. Оформили как-то красиво. Приятно, что есть скамеечки. Вот в нашем районе, например, все скамейки убрали, потому что на них частенько сидят бомжи. А здесь все есть. Что говорит о том, что, наверное, здесь бомжей нет. Ну вот. Надеюсь, я заказ выполнила. Это была Клэй-121. Мы выходим на Курзом из проспект. И сейчас буду думать, как идти дальше. Так. Напротив там магазин гигант, где продается мебель. Можно идти вдоль этой дороги. Можно свернуть на такую довольно заброшенную ветку. Там еще старая железнодорожная. И мне, честно говоря, туда и хочется пойти. Мне всегда тянут места, где людей поменьше. Может быть, я сейчас так и сделаю. здесь такой небольшой торговый центр с разными магазинчиками. Но так как сегодня воскресенье вечер, то уже все закрыто. Впереди там есть большой магазин Максима и еще ряд. Но мне как-то туда не особо охота идти. Но хотя с другой стороны я же вас обещала прогулять по Емонте. Так что наверное пойдем все-таки вот по этой дороге вдоль большого тракта. Так и хочется сказать. Это очевидно у нас Емонта 2. Сейчас я уже подхожу к Емонте 1. Такая хорошая променадная дорожка. По ней замечательно гулять. Что сейчас люди делают. Я вижу с собачками выходят. Ну единственный минус это шумная улица рядом. Вот от того пейзажа и ландшафта который был раньше остался кусочек и как видите это такие холмы покрытые красивыми деревьями соснами березами. Вот так здесь было когда-то раньше может быть это была даже часть какой-то дюны. Сейчас это просто замечательное место где можно посидеть отдохнуть. Мы с вами уже подходим к улице Слокас и там начнутся большие ряд больших магазинов поэтому я очевидно все-таки сверну туда в сторону железной дороги где я обычно гуляю потому что там тихо спокойно вдоль таких больших магазинов мне сейчас идти не хочется вот так вот здесь вот красиво правда замечательное место ветер ручек приятный такой охлаждает отличная прогулка с удовольствием гуляю потому что несколько дней не удавалось таких сделать больших пеших походов поэтому сегодня просто наслаждаюсь этой прогулкой вот здесь Рига Силтумс который нас греет собственно наверное на это можно с Имутой попрощаться потому что она остается позади меня вот туда я не пойду в ту сторону там еще проспект тянется наверное где-то на километр а мы с вами разворачиваемся и идем в сторону железной дороги мимо большого торгового центра максима очень популярного благодаря тем ценам которые достаточно ну наверное самые недорогие сейчас в Риге вот такие чаеныши пищат и кричат они сейчас как раз слетают с крыш и вот где-то тусуются пока наверное не подрастут около магазина продавали чернику лесную лисички грибы пошел сезон грибов ну а я вот такой тихо спокойной улицей скоро уйду на железную дорогу и по ней уже или через район или просто по железной дороге смогу добраться до своего дома а в садах на яблонях уже урожай яблок кажется что все это так быстро происходит но с другой стороны уже все август на этой улочке есть новые дома построены не так давно но много и стареньких домиков старенькие мне нравятся почему-то больше не больше какой-то колоритности истории хотя жить безусловно лучше наверное в новом доме вот пример одного из старых домиков которые наверное здесь были лет сто назад такие стекла красивые как на летних верандах в Еруле не знаю кто сейчас в них живет а вот это дом по-моему продавался и возможно его уже купили потому что место прекрасное там очень хороший был садовый участок практически в центре Риги так что неудивительно если он уже нашел нового хозяина но есть и пустые участки тоже купленные на которых тоже рано или поздно вырастет какой-то дом земля конечно очень дорого стоит в Риге и тот дом про который я только что говорила который продался по-моему был порядка за 120 тысяч у этого дома всегда интересные какие-то фигурки совы кого-то еще посажены цветы какие-то интересные ну вот мы уже сейчас выйдем на железную дорогу на переезд улицы Слокас когда-то я здесь жила в детстве не так далеко отсюда поэтому места мне знакомые можно сказать до боли вот он переезд здесь есть шлагбаум который автоматически закрывается когда идет поезда когда идут из Балдера и туда в центр не знаю почему мне так нравятся железные дороги что-то в них есть такое ощущение движения какого-то обещания движения что ты можешь уехать куда-то далеко в какие-то прекрасные края где тебе будет хорошо ну вот а теперь вперед и только вперед вдоль железнодорожных путей знакомые места такие что я могу с закрытыми глазами здесь идти но сейчас надо смотреть внимательно потому что собираюсь переходить через железную дорогу сегодня в более удобной обуви поэтому иду безболезненно так ну что вот он там Балдера и в той стороне далеко сегодня мне не тот фотоаппарс который в 30 раз приближен поэтому ничего интересного я вам не покажу буду так по ходу движение снимать то есть очень красивая такая аллея осенью здесь липы желтые деревья но это надо еще подождать пару месяцев тогда прогуляться здесь еще раз недалеко здесь находится Хумана но она уже закрыта потому что воскресенье уже наверное часов 5-6 вечера а с завтрашнего дня с понедельника будет новый завоз я думала сходить но завтра у меня есть гораздо более интересное дело мне обещали привезти несколько пеларгоний которых я давно заказывала хотела они тюльпановидные такие будут у них цветочки у меня есть уже розобудные где каждый цветочек как розочка я вам их показывала в сегодняшнем сегодня с утра снимала в комнатных цветах а эти будут еще более интересные но правда цветочков нам придется подождать некоторое время но когда они распустятся я думаю там будет чем полюбоваться вот завтра мне их должны привезти поэтому скорее всего я наверное в Хуману если пойду то уже попозже а попозже туда особо не имеет смысла идти потому что все уже будет разобрано самое интересное у нас продолжает секунды быть очень популярными так запыхалась увидела подорожника там семечки увидела еще тут что-то растущее и солнышко так хорошо светит пойду немножко помедленнее вот так о чем я там говорила о Хумане и тюльпановидных пеларгониях и о солнышке которое так тепло светит здесь хорошо не косили траву она такая густая идешь как будто по каким-то полям немножко мне не хватает каких-то поездок поездок выбраться за пределы города Риги ну как видите и в самом городе Рига можно найти такие места которые довольно сложно описать как что-то городское это скорее за городом хочется сказать ну какие гигантские подорожники листья у них просто как лопухи какие-то почему они здесь такие выросли большие а это судя по всему щавель переросток тоже уже отцвел вот такие вот заросли всяких разных растений когда я так иду и смотрю на растения понимаю что я практически ничего о них не знаю поэтому на ютубе всегда ищу кто рассказывает о лекарственных растениях просто о травах недавно кстати вчера нашла хорошее видео посмотрела про травы лекарственные которые растут у водоемов было очень интересно познавательно так если не путаю ничего то это канал Ирина Мазур мне кажется так он назывался и она там рассказывает о лекарственных травах о грибах различных так что можете зайти посмотреть если вас эта тема тоже хоть как-то волнует и интересует ну вот я дошла до конечной второго трамвая который дальше уже идет в центр но конечно я не поеду на трамвай я хочу дальше идти пешком и надеюсь вы вместе со мной красота какая люблю закатное солнце все растения так подсвечиваются скоро начнут стрекотать всякие тут цикады или я не знаю кто стрекочет они ближе к вечеру всегда начинают там свои песни заводить так как трамвайчик ходит редко то можно идти прямо по путям что здесь все и делают кто живет в этом районе иду сейчас мимо подстанции электрической она тут гудит не знаю как люди которые живут дома рядом и окна выходят на эту сторону наверное на них это как-то сказывается когда-то здесь были огороды и мои детские фотографии как раз в возрасте где-то примерно трех-пяти лет они вот в этих местах у меня есть такие счастливые детские воспоминания я их уже где-то как-то показывала наверное не буду это делать еще раз но места эти очень для меня милые и приятные а вот впереди как раз трамвайчик идет надо мне уходить с путей так давайте перейдем значит он скоро пойдет и обратно поэтому я наверное сейчас перейду чуть-чуть подальше ближе к железной дороге здесь ходит чаще всего одинарный и это так мило кажется что я вернулась лет на сорок назад хотя сорок лет назад этой ветки еще не было она была только до станции засла а построили ее уже гораздо позже может быть потому что здесь школа чтобы в школу можно было детям ездить в общем продлили по улице Тапишу и теперь вполне возможно скоро отменят опять потому что здесь очень немного людей ездит в этот район но надеюсь что все-таки он останется он ходит не так часто поэтому наша Рига Сатекс мы вряд ли разориться из одного трамвая я уже слышу это стрекотание кузнечиков давайте-ка я перейду немножко через опять пути и пойдем послушаем это стрекотание для меня оно как символ лета когда они где-то там в кустах стрекочат так ну выдержали они тут опять слышу я не знаю услышите ли вы потому что наверное все-таки достаточно далеко сейчас попробую подойти поближе так не провалиться бы здесь где-нибудь в яму густая такая трава ой вижу кузнечика они тут прыгают сейчас попробую вам его показать где-то он там вот он кузнечики это уже совсем воспоминания детства когда мы их ловили какой-то черт полох здесь шмели его опыляют что удивительно значит где-то где-то есть гнездо шмелей такие маленькие кусочки природы в пределах города вы слышите это стрекотание как я подхожу они почему-то молчат а я так на расстоянии его очень хорошо слышу вот такие у нас здесь места где просто замечательно гулять с собаками такое красивое растение смотрите листик какие необычные а цветы какие потрясающие экзотика прямо откуда оно такое здесь интересное наверное все-таки близость ботанического сада играет свою роль может быть что-то какая-то птичка уронила какое-то семечко и оно выросло спустя столько лет что может быть лучше такой воскресной вечерней прогулки просто замечательно и шишки нагуляю кстати сейчас посмотрю сколько я уже прошла так у нас 18.08 и всего 5.608 шагов могу еще гулять гулять здесь так приятно я могла еще конечно посидеть в гостях но как-то наверное моя интровертность и тут дает о себе знать я с трудом выношу такие сидения за столом разговоры у телевизора о политике кстати о политике сегодня мы ехали в гости на такси и таксист шофер сказал что вот я будущий депутат возможно голосуйте за меня вот назвал список ну при всем при том от него пахло пивом я боялась что полиция нас остановит он вообще завернул не туда куда надо в общем это наши будущие депутаты такие поэтому не хожу голосовать ну вот еще одна разделительная полоса улица Юрмулос-Гатфе у меня еще примерно две остановки до дома трамвайных и кстати по такси еще пару фраз скажу когда у нас появилась Яндекс.Такси ну то есть практически там каждый может у кого есть машина купить там эту программу где-то зарегистрироваться и работать и наверное этим пользуются все те кому с работами не так легко в Латвии потому что последнее время мы заметили вот мы с мужем иногда бывает ездим куда-то на такси очень много азиатов мы-то не очень понимаем конечно откуда они но видно что многие из них не говорят на русском говорят на латышском на английском и тут недавно муж ехал а шофер был негр он очень удивился пытался с ним говорить на английском но тот упорно говорил с ним в латышском языке в общем такие новые реалии времени все меняется все так необычно непривычно надо быть наверное гибким таким психологически чтобы вот всякие разные новые перемены воспринимать без удивления спокойно потому что они неизбежны смотрите какой изумрудно красивый мох были дожди и мох начал опять расти ой здесь тоже так хорошо слышно эти которые стрекочут так хочу поближе так я через эту железную дорогу уже несколько раз переходила туда-сюда раньше были деревянные шпалы они пахли этим криозотом мазутом битомом чем их там мазали который пузырился такой смолой на солнце теперь у нас отремонтировали и положили бетонные шпалы так а я хотела туда попасть а я не попаду потому что здесь канава а там как раз так чирикает громко я отсюда слышу хорошо ну ладно может быть вы тоже что-то слышите ура тропинка я нашла тропинку я хочу к этим чирикающим существам это не кузнечики это точно не кузнечики они по-другому поют попробую разглядеть кто это так шумит здесь ну где же здесь разглядишь в этих кустах зарослях а вы знаете кто так может стрекотать мне кажется что цикады это южные существа вряд ли они у нас здесь могут быть но мне хочется называть их цикадами замолчала какие-то непугливые непугливые везде велосипедисту надо все время оглядываться а то иногда шарахаешься когда у тебя буквально в последний момент за секунду кто-то выскакивает из-за спины не очень не очень приятно вот еще один красивейший дуб на поляне может наверно тоже лет 150 минимум а то и поболее трамальчик поехал обратно в Ригу такая сырость в этом месте почему-то идешь и даже кажется что температура ниже такая влажность как же здесь классно когда солнце на закате ну вот я уже не так далеко от своего дома наверное на этом с вами попрощаюсь мне еще предстоит прогулка с моей собачкой мышенцей и потом надо состыковать все эти кусочки надеюсь успею сегодня или завтра выложить время провела прекрасно и как всегда до новых встреч